КОТОРЫЙ НИКТО ДО ЭТОГО НЕ ВИДЕЛ Здесь нужна реакция, нужно, конечно, хорошее знание языка С, которого ты переводишь. Конечно, нужно очень хорошее, может быть, даже это в чем-то важнее, знание русского языка, чтобы твои переводы не были монотонными. Главное не заигрываться, не переигрываться. Это ошибка всех, когда начинали там стонать, вопить, кричать. Это не надо, надо делать отстраненное, но это уже, так сказать, специфика. А на видео, ну, наверное, считанные разы я пользовался ненормативной лексикой. А когда человек упивается от того, что он может в микрофон ругаться матом, и все это будет записываться, по-моему, это слабость переводчика. Я считал и считаю, что по экспрессии русский мат значительно сильнее, чем английская ненормативная лексика. Тем более, что она у них не совсем ненормативная. Поэтому переводить так, как учат словари матом, то есть слово в слово, мне представляется неправильным. Бывают редчайшие исключения. В фильме «Парни по боку» героиня, которую играет Лупи Голдберг, учит сексуальной раскрепощенности какую-то там девицу. И она спрашивает, ну, как ты называешь вот то, что у тебя между ног? Говорит, ну, там внизу. Говорит, что там внизу? Это как будто про погреб говоришь. И она заставляет ее произнести матерное название. И вот здесь встать в позу целомудренной статуи и обзывать это медицинскими терминами нелепо. Слушай, давай сразу сейчас. Градж, ты поняла? Иди отсюда к этой матери. Хорошо. Мы это чаще всего переводили сходу. И вот для этого нужна была реакция, ну, практически мгновенная. Ну, и, конечно, наглость. Я бы так не смог. А ты бы смог? Как это у них получается? Кто они вообще такие? Перевод на видео стоил сначала 15, потом 25 рублей. И это были огромные деньги по тем ревнам. Так что, конечно, это был зарубок. Кроме того, мне нравилось и нравится переводить фильмы. И приятно, когда тебе нравится, и ты получаешь, скажем так, гонорар за то, что у тебя неплохо получается. Да, слышал. И один из вопросов, который мне задали в качестве беседы, был, как нам остановить видео. Мой ответ был, что это так же невозможно, как остановить аудио. Как можно остановить явление? На мне нет ни одной проданной кассеты, на мне нет ни одного проданного видеомагитофона и телевизора. Я переводчик, я переводил. Это моя работа. Да, конечно. Вы же умный человек. Вы должны понимать, что любую статью сочинят пару пустяков. Он сказал, ну что ж в таком случае, вы считаете, что наша деятельность абсолютно бесполезна? И вот с этим молодым задором я ему сказал, что нет, ваша деятельность для меня, мне больше всего напоминает деятельность сфинктера. Наступила неловкая пауза. И я понял, что он не знает, что такое сфинктер. Вказал, он говорит, что это что такое? О чем ты говоришь? Сфинктер, говорю я, это та мышца в попе, которая позволяет вам сохранить лицо, сохранить какое-то подобие цивилизованности, когда вам нужно срочно в туалет. Она вам даст несколько минут, чтобы вы успели добежать до кабинки. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова